Кабачки Сегодня нас ждет обзор сортов ежевики и самых урожайных томатов. А еще разберемся, для чего грядкам нужен каркас и чем можно заплести садовую арку. А на десерт будем готовить и пробовать очень необычное блюдо. Наша задача убедить скептиков, что и в дачных условиях можно готовить блюдо высокой кухни. Начнем с томатов, а для этого отправляемся в пригород Владивостока, в район Сахарного ключа, в гости к Анастасии Макаренко. Это сорт летний абрикос, самая нижняя кисть, самая крупная. А выращиваю первый раз. Еще не выращивала ни разу, но размеры нравятся. Тяжело держать одной рукой. Очень тяжелая кисть. Вот такие крупноплодные томаты образовывают кисти. Анастасия рассказывает о своих любимых сортах томатов. В этом году, несмотря на жару в начале лета, а потом затяжные дожди, получился хороший урожай. Несколько минут и корзинка полна разноцветных сладких помидорчиков. Я вам уже рассказывала, что я сажаю как крупноплодные, так и гибриды на консервацию. И черри. И из черри я очень люблю. Называется кисть мультифлора. Это когда очень-очень обильно цветущая кисть. И, соответственно, она завязывает много помидорок. Мне нравятся вот такие вот косы. Это гибрид Адат. И мне нравится, в этом году очень понравился гибрид Терек. Тоже у него такие длинные косички. А вот эта кисть с первого взгляда кажется, что она незрелая. Но на самом деле это просто зеленоплодные черри. В таком виде они уже полностью созревшие. А вот еще один зеленоплодный черри. Но они отличаются немножко. То есть этот при созревании набирает такой оливковый цвет. Одни из самых моих любимых сортов – это полосатый шоколад. И мечта Алисы. У нее вот такой антоциановый след есть. И сам он очень интересный. И у него очень интересный такой фруктовый немножко вкус. Это уже полностью созревший томат. То есть он вот такой интересной окраски с антоцианом. С одной стороны зеленоватый, с другой стороны оранжевый. И в разрезе он тоже такой же разноцветный. А вот это один из любимых сортов. Называется он стыдливый румянец. У него такая очень интересная окраска. Это мой старший ребенок Гордей. Они у меня очень любят и помидоры, и огурцы. Вообще овощные дети, с этим проблем никогда нет. Они как, больше помощники или уничтожатели урожаев? И то, и другое. Но мне дети помогают вообще без проблем. Моя самая нелюбимая работа – это именно работать в теплице. Потому что там, как говорится, борщ, винегрет, компот. Все намешано. И там вот реально прям очень много огурцов все-таки разрослись. Там еще и арбузы, и помидоры, и лук. Там вообще… И еще очень жарко. Да, там какое-то минное поле просто. Я всегда сажаю крупноплодные на салаты. Мелкоплодные – для консервирования. И черри – для просто еды. Потому что у меня дети, и им очень нравится таскать эти помидорки, как конфетки. Я всегда сажаю из сортов полосатый шоколад. Он мне очень нравится. Он вкусный, его любит вся семья. И он достаточно хорошо завязывается в нашем климате. Из крупноплодных мне еще очень нравится – оранжевый бизон. Очень сладкий крупноплодный томат. Большую часть томатов Анастасия сеет сама. Но еще обязательно покупает какую-нибудь рассаду от Суражевской овощной опытной станции. У них есть томат «Золотое сердце». Я в прошлом году его выращивала из их рассады. Взяла семена и в этом году вырастила уже из своих семян. Помидоры и на салат подойдут, и на консервацию. И очень хорошая у него урожайность. Тем более, что он районированный и в наших условиях чувствует себя хорошо. А еще иногда экспериментирую. То есть не принято же пересаживать семена из гибридов. Но я иногда, если мне нравится какой-нибудь гибрид очень сильно, я его беру в оборот. Вот в прошлом году я собрала семена с гибрида «Адат». И в этом году высадила, и в принципе результат очень хороший. Такие кисточки он образовал. Ну, в принципе, по этой кисти понятно, что гибрид повторил свойства материнского растения. Но будет ли так же в следующем году, если взять уже с этого гибрида семена, неизвестно. Ну, вот такая двойная кисть получилась одна. А так на кусте их порядка 10-15. Плюс у нас достаточно длинный сезон, почему я, собственно, и люблю интерминанты. Еще месяца два куст при благоприятных условиях будет расти, еще может завязать несколько кистей. С вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Наши предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте sadprim.ru в разделе «Видео». Напоминаю, что в августе вышел очередной номер журнала. Партнеры нашего издания – компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастер», садовые центры «Флоригина» и «Загород», а также Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Спешу напомнить, что в августе вышел очередной номер журнала. В предыдущем сюжете мы говорили о томатах. И если вы обратили внимание, растут они на довольно необычных грядках. Над каждой грядкой супруг Анастасии установил каркас. Помидоры я не укрываю именно от холода. Помидоры достаточно холодоустойчивые. Я все-таки слежу за прогнозом погоды. И слишком рано, если какие-то погодные неприятности, я не высаживаю. То есть если прогноз располагает, то можно это сделать. А грядки такие сделаны отчасти вынужденно, потому что у нас весь огород насыпной. Здесь под грядками нет вообще никакого слоя земли. Здесь только скала. Функционал у него следующий. Так как внизу нет грунта мягкого, в который можно поставить колья. Обычно же мы на колья крепим. Мы вынуждены крепить помидоры к верхним. Домики наиболее удобные в этом плане. А крыша такая со скатами нужна для того, чтобы можно было все-таки их прикрыть. Но это не от холода, а от осадков. То есть от росы и от дождя. Томаты все-таки они не любят, когда их слишком сильно поливают. А в наших погодных условиях невозможно этого избежать. Изначально у нас все затянуто агротексом белым. И это в первые месяцы защищает их, во-первых, от лишних солнечных лучей, когда рассада только принимается. А во-вторых, от осадков. Грядки с каркасами легко трансформировать в теплицы, закрепив пленку или укрывной материал. Но оказывается, тепличных условий томатам хозяйка не создает. Максимум может натянуть пленку на крышу. Еще одно замечательное сооружение в огороде – это арка или металлическая пергола. Арка – это у нас новоприобретение. Мы ее только на этих выходных доварили. Я хотела, чтобы у меня была небольшая зона отдыха, чтобы был тенек. То есть по плану она должна полностью быть заплетена либо тыквой, либо фасолью, либо чем-либо увьющимся. Но вот в этом году, пока она была недоварена, я посадила тыквы. И вот даже она до середины успела дотянуться. И тыковки вот такие. Бывают маленькие декоративные, но это просто порционная тыква. Ее можно будет съесть осенью. Хотя огородничаем мы уже очень давно. Дача у нас уже больше 30 лет. Но этот участок новый. Мы его купили три года назад. И по сути в этом огороде мы третий сезон. Решили разделить так, потому что сад в любом случае обрабатывается какими-то химическими препаратами, потому что защита от вредителей. А огород обрабатывать не хотелось. Поэтому решили перенести полностью все на этот участок. Огород занимает всего полторы сотки. И здесь под огородом нет вообще никакой земли. Здесь полтора метра скалы. И грядки у нас целиком насыпные. Для того, чтобы периодически обновлялась земля в грядках, плюс как средство борьбы с сорняками, и плюс это положительно сказывается на самой почве, я ее всю, весь сезон закладываю газонной травой. Таким же образом я мульчирую все остальные грядки с овощами. В скошенной траве образуется сенная палочка. И таким образом растения получают дополнительную защиту от грибковых заболеваний. А еще рядом с огородом в специальном вольере живут почти два десятка кур. Ну и так как дети просили очень в прошлом году завести им какую-нибудь живность, то мы решили завести курочек. Куры у нас на яйцо. Тут нет каких-то супер породистых, хотя изначально у нас были такие планы. Но мы хотели, чтобы они были все разноцветные и красивые. И дети им уже дали имена, ходят к ним каждый день, кормят, поят, собирают яйца. В таком курятнике куры смогут прожить несколько дней, ни в чем не нуждаясь, даже если хозяева уедут в город. В кормушках будет корм, а в поилках свежая вода. Это у меня занимается всем этим муж, собственно, как и постройка огорода, и автоматизация всего этого процесса, потому что на даче мы постоянно не живем, а за птицей, соответственно, должен быть уход у нее, она должна быть напоена и накормлена. Если в кормушке можно на неделю засыпать зерна, то вода должна поступать постоянно свежей. Не забудьте, что в августе вышел очередной номер журнала «Сады и огороды Приморья». А еще напоминаю, что вы смотрите самую дачную программу. И сейчас нас ждет обзор сортов ежевики. Ее выращивает Елена Лушина. Отправляемся в Кипарисово в СНТ «Дальневосточный садовод». Вот это у меня ежевика «Честер». Ну, по крайней мере, она мне попала с таким названием в руки. Вот чем она нравится мне? Она, может, не такая урожайная, как другие ежевики, но у нее очень устойчивая к осадкам ягода. Видите, дожди шли, ягода жесткая, нормальная, не потекла. И она до двух недель висит на кусте, не осыпаясь, она очень транспортабельная. И в этом году вот дожди такие, она вот у меня вымахала, она больше полутора метров никогда не росла. А это вы гляньте, какой монстр вымахал. Вот, и в принципе, ну нельзя сказать, что на ней урожая не будет. Урожай будет. Вот у нас ежевика «Аропаха». Смотрите, разницу в ягоде. Но это уже от плодоносила, а та только начинается. Вот она у меня такая, не очень, скажем, урожайная и не очень большая. Но она из всех ежевик самая сладкая. А вот это у нас начис. Вы посмотрите разницу в ягоде. Вот начис. Вот честер. Вот аропах. Есть разница. Самая крупная. У меня из моих ежевик самая крупная начис. Вот она. Она по срокам созревания где-то одинаково идет с аропаха. Но аропаха, вот если брать по сладости, она слаще. Но начис, она более урожайная. Ежевика всем хороша. Во-первых, она вкусная, она полезная. И самое главное, что ежевика, вот как для аллергиков в малину, допустим, не все могут себе позволить есть. Ну там желтая, оранжевая, она все равно. А ежевика, вся синяя ягода. Вот вся синяя ягода, это все можно кушать аллергикам. А на практике мы с ней делаем варенье, компоты, перетираем с сахаром, делаем желе без косточки. Еще одно применение – соусы. Как оказалось, в состав дорогих изысканных соусов зачастую входит ежевика. Поэтому, конечно, ну как без этого. Будем сейчас репетировать, тренироваться и пробовать соусы варить, дорогие заграничные. Что ж дорого, богато, никто нам не запретит жить. Поэтому вот будем. Ну первое, вот эта ягода, вы посмотрите, какая красота. Это все, конечно, на еду идет, ну и на заморозку. А вот уже торнфри рабочая лошадка, всех моих ежевик, это самая урожайная, самая, 18 лет на одном месте куст, мне его же жалко корчевать. У нас торнфри. Из всех моих ежевик это самая урожайная ягода. Но она и менее устойчива к осадкам. Ее надо вовремя снимать с куста. В былые годы, то есть когда она только начиналась, у нее плети были по 8 метров. И урожай от 3 до 5 ведер с куста. Сейчас она уже старенькая, она, наверное, столько урожая уже не даст. Но все равно это хорошая ягодка, и это рабочая лошадка всех ежевик. Вот всем рекомендую, да, она кисловатая. На компоты, на желе, вареники сварить со сметанкой, скушать. Это всегда, пожалуйста, эта ягода никогда, вот этот сорт он никогда не подвел. С вами Александр Винниченко и самая дачная программа. А кто сказал, что дача – это просто и незатейливо? Если постараться, дача – это и красиво, и даже изысканно. Это может проявляться и в оформлении цветников и дорожек, и в подборе растений, и в приготовлении дачного обеда. И не обязательно каждый раз готовить шашлык. Можно попробовать блюда японской кухни. Одно из них мы будем готовить под руководством Елены Лушиной. Вот вам пример высокой кухни в дачных условиях. Это не только украшение стола, как эстетическое наслаждение, но это и как кулинарная составляющая нашего будущего блюда. Это уже японская кухня пошла. Я никогда не думала, что японцы это едят. Но наша семья попробовала, им тоже очень понравилось. Я и на зиму даже одну баночку сделала, потому что я не рассчитывала на то, что лилейники надо выращивать в промышленных масштабах. Вот из таких красивых можно еще, кстати, туда бутонов наломать. Вот это все можно наломать. Оборвали. Обязательно в холодную воду, прям в ледяную можно. Моем в холодной воде ледяную и выкладываем. Воду мы сливаем. И все, можно включать печку. И пока она греется, мы режем мясо. Можно со свининой, можно с курицей. Тут, в принципе, мясо, может, в такой роли не играет. Но мне вот со свининой понравилось больше. Все на грядке свежее надергал, вот собрал, положил в сковородку, приготовил. И это всегда какое-то можно необычное блюдо попробовать в городе. Не соберешься. Пока сковорода разогревается, Елена Лушина показывает заготовки. Вот он, сушеный лилейник. Это консервированный лилейник. Просто, ну вот, как мы сейчас готовим без мяса. Вот так вот я готовила без мяса его. Вот он, вот такой у него вид. И его можно сложить в банку, простерилизовать и закатать на зиму. Здесь мяса нет. Здесь только масло растительное, сам лилейник и приправы. Для того, чтобы лилейники из цветов превратились в блюда японской кухни, понадобится рисовый уксус, соевый соус и японская приправа шишими. Мне нравится минимализм, в принципе, в ингредиентах. Хотя, начинаешь считать, уй, там всего столько много надо добавить, а это столько много, это вот, буквально. Вот и вот. И, пожалуйста, собственно говоря, мерина, это рисовый уксус, но она как приправа идет. Соевый соус, то есть крабовый, там рыбный, какой любишь, устричный. И шишими, японская приправа. Она, собственно говоря, это перец. Я не знаю, что там еще есть, но написано, вот, шишими добавлять. И я прочитала, вот, последние мои рецепты, собственно говоря, вот эти три приправы и основа, ну, какая там уже, что ты делаешь. И они все разные получаются, в зависимости, ну, естественно, от того, что ты добавишь в сковородку. Но мне понравилось, мне понравилось, что это быстро очень делается. Все, вот мясо у нас уже поджарилось. Мясо должно быть, конечно, готовое, потому что лилейник готовится очень быстро. Все, начинаем колдовать. Выкладываем лилейник. Что самое интересное, что цветы лилейника, их даже сырые можно есть. И бутоны. Они сладкие, они вкусные, вот как спаржа. Все, вот выкипела вода в лилейниках. Все равно же жидкость есть, да? И теперь, главное, быстро, я уже отработала это дело. Сначала я добавляю шишими. Все, сколько, все на глаз. Кому не хватит остроты, тот добавит потом. Все, перемешал. Потому что пересгореть будет. Потом добавляешь соевый соус. Ну, у меня вот это устричный. Тоже немного. Все на глаз. Кому не досолено, потом. И немножко мерина. И закрываешь. Все, крышечкой. Японцы еще добавляют саке. Корейцы добавляют какое-то там вино. Я забыла, как оно называется. Я пока не стала рисковать. Но говорит, что алкоголь, он раскрывает просто запахи, вот эти ароматы. Ну, пока мы еще до таких высот не дошли. Нам пока и так интересно. Нам так все интересно. И, собственно говоря, теперь, смотрите, можно его оставить в таком виде. Можно его загустить крахмалом. Можно сделать сырный соус. А можно оставить вот в таком виде. Вот оно чуть-чуть покипело. И, собственно говоря, все, готово. Вы смотрели телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А наша встреча подошла к концу. И нам пора прощаться. Я желаю вам хорошей погоды. Смотрите нашу программу, заходите на сайт садприм.ру, читайте свежий номер журнала, который вышел в августе. И пусть вам хватит сил приготовить и законсервировать все ваши кабачки, огурцы, перцы и томаты. А если будут излишки, пусть они попадут в надежные руки. До встречи!